Не путать две вещи. То есть есть пиратство, которое зарабатывает на этом деньги, то есть еще до сих пор остались кое-где какие-то палатки, куда можно там прийти и купить диск, собственно говоря, пиратский, по большому счету. Это одно. А другое дело, когда люди скачивают из интернета что-то. Но тем не менее, смотрите, вот люди старались там снять фильмы, это же огромные деньги, это куча задействованных в этом народу. Снимают, 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 потом вкладывают в это деньги, а потом кто-то берет все это, выкладывает в сеть и все спокойно скачивают. Один раз так снимут, второй, потом потом, то нафиг нам надо это кино снимать, если мы пойдем работать на другую работу, если у нас нет возможности это окупить. Конечно же, ну то же самое с писательством, кстати, с музыкой. Конечно, останутся энтузиасты, которым нужно доносить свое творчество до людей, но это скорее какие-то любители останутся. То есть это будет такая любительщина, любительское кино будет, любительская музыка. То есть сейчас есть музыканты, которые записывают там пластинки, сами активно их расправляют через интернет, ну и без всяких там денег, просто они предлагают людям это послушать, чтобы знать, мол, берите, слушайте нас, смотрите наши фильмы, читайте наши книжки. Но профессионализм, мне кажется, от этого будет падать. Ну, тут такой, мне кажется, подход, надо все-таки в век интернета, надо как-то с этим бороться таким образом, что надо предлагать людям платить за это. То есть вот понравилось заплатить, не понравилось, не заплатить. Мне кажется, будут платить, и я думаю, что человеку не жалко там заплатить, я не знаю, там 100, 200 рублей за что-нибудь понравившееся ему, там, я не знаю, 50 рублей, но кинут, но другое дело, что должна быть возможность, чтобы просто вот ты нажал на кнопочку и заплатил, вот тогда да, тогда никаких проблем не будет. Если это делать надо вот каким-то таким сложным путем, там, через какие-нибудь веб-мани, то да, конечно, то никто платить не будет.